всем привет и так я думаю многие из нас знают о том что в европе есть очень богатое княжество и это не монако это княжество который еще богаче это лихтенштейн их там штейн является одним из трех государств которые носят имя своего правителя соответственно правят государством лихтенштейн лихтенштейн так вот когда-то княжество лихтенштейн было всего лишь забытой деревней в швейцарских альпах лихтенштейнов там в основном хоронили как в небезызвестном шедевре некрасова забытая деревня а в гробу то барин а за кропом новый вот так было и в случае с княжеством лихтенштейн тогда лихтенштейны жили в основном в австро-венгрии вот но в 1918 году из чехословакии лихтенштейнов попросили они покинули чехословакию но здесь у них осталось очень много недвижимости а в 1945 году всю недвижимость лихтенштейнов нации анализировать нужно сказать что лихтенштейны вообще как бы именно когда началась вторая мировая они уехали в свое любимое свое родовое княжество и она действительно стала их любимым потому что это стало их домом настоящим именно тогда они там полностью обосновались там начали жить почему потому что они решили держать держать нейтралитет вот вместе вместе со швейцарией решили сидеть и выжидать что же будет так вот ну а когда война закончилась то всю их недвижимость в чехии в чехословакии национализировали и с тех пор все что когда-то принадлежало лихтенштейн по сей день принадлежит государство очень много всяких дворцов и замков которые находятся в чехии принадлежали другим семьям вернули ну а лихтенштейн и во-первых держали нейтралитет все непонятно держали ли они его типа держали нейтралитет ну и конечно же и ничего не возвращают но почему мы говорим о лихтенштейнах потому что мы сегодня приехали в жемчужину чехию и это не просто жемчужина это наверное одно из самых красивых мест в чехии и пожалуй одно из самых любимых мест лихтенштейнов это место размерами больше чем в само княжество это знаменитый ледницко-валтицкий комплекс кто здесь был тот знает о чем речь это красивейшее место это один из красивейших замков там их замков тут два замка один называется ледница другой называется валтица в одном из этих замках можно приехать переночевать потому что часть замка переоборудована в отель что мы собственно и сделали кстати а лихтенштейнах лихтенштейны просто так с потерей все этой красоты не согласны по-прежнему сейчас читаю статью ну да мы то что они судились чехи и продолжают настаивать на том чтобы им вернули все и конкретно в 20 2020 году княжество подала в суд до европейский суд по правам человек подали жалобу на чехию что им бедненьким их права нарушает права несчастных лихтенштейнов нарушает и не возвращают им их недвижимость я думаю они еще долго и нудно будут садиться никто ничего не вернет семей который который там живут тоже присоединились к этому иску и хотят вернуть это шперки драгоценности за к ценностям еще подавать в общем требует требует то что мы вернули и конечно очень и не хотят чтобы мы вернули их замки и дворцы но без безрезультатно конечно все это вот пусть хотят дальше ну а мы приехали как я уже говорила в знаменитый ледницко-валтницкий комплекс как я уже говорил он больше чем все княжества лихтенштейн мы я не помню если я говорила мы новый год отмечали 2024 год встречали в монако в монте-карло после этого отправились в лихтенштейн и видео а лихтенштейн есть у меня на канале там я более подробно рассказываю об этом княжества мы показываем его вот но сегодня мы вам расскажем и покажем ледницко-валтницкий комплекс вообще посмотрите в каком красивом месте мы еще не заселились в отель мы просто сейчас мы находимся на границе с австрией потому что ледницко-валтницкий комплекс находится на границе с австрией здесь пешком можно идти до австрии здесь производится лучшие чешские вина и посмотрите какая красота вокруг и вот уже буквально здесь находится австрия а вот здесь у нас влада приехал смотрите какая нарядилась тут народ ходит такой по простому все а влада пришла на венский бал ну влада венский бал здесь недалеко а вообще эту колоннаду построил один из лихтенштейнов в память о своих умерших братьев вообще лихтенштейн это огромная семья их очень много и кстати недавно читала что у нынешнего правителя лихтенштейна у него второй его сын не наследник который который помладше он женат на женщине которая его старше вроде бы на 11 лет или порядок на будет или на 11 или на 13 помню что не на 12 точно на его старшим и она чернокожая вот так вот что сначала семья была в шоке ну а потом согласилась и получается один из принцип князей лихтенштейнов будет чернокожий но он же есть это у у этого лихтенштейна и у этой женщины у них есть сын как я уже говорила эта семья очень большая их очень много этих лихтенштейнов и я позже расскажу вам одну интересную историю связанную с этим но это будет позже сейчас мы отправляемся в замок заселимся там площадь валтицко-ледницкого комплекса на которой находятся парки замки павильоны и виноградники составляет 283 квадратных километра при этом вся территория государства лихтенштейн не превышает и 160 квадратных километров и вот на протяжении уже многих лет лихтенштейн ведет битву против чехии но безуспешно все мы приехали смотрите где мы сегодня будем жить вот это на сегодня наш отель замок валтицы хоть и на парковке французские машины австрийские австрийских больше всего почему-то очень много румынских среди 3 возле себя стоит вот в основном австрийские австрийские и французские говорит эдик говорит будь рада что нет лихтенштейнских тогда мы подумали началось ну все идем заселяться связь между чехией и этим княжеским родом имеет глубокие исторические корни в течение многих столетий лихтенштейны относились к числу богатейшей аристократии чьи обширные владения находились в чехии и моравии мне одной непонятно а почему перестали класть косметику всегда в маленьких тюбиках шампунь гель для душа всегда причем чем лучше от этим дороже косметика сейчас тут вообще причем это не дешевый отель это мыло какое-то здесь только поставили дешевая и здесь мало повесили и все это экономно теперь так или как мы на прошлые недели в прошлые выходные оставил останавливались в замке от 6 замок в городке в котором любил бывать кавка франц кавка это видео есть на канале и вот этот замок переоборудован в отель старинный замок переоборудованы в отель великолепный отель просто великолепный там все для удобства гостей это тоже замок с истории в очень красивом месте чехии сейчас мы все это покажем но отель номере нет кондиционера вообще ну хорошо бы поставили вентилятор косметики никакой там куда дешевое мыло я а я вообще честно говоря не знаю сколько здесь звезд ну как бы нам был да сейчас нам предложили велкам дринк сейчас мы сходим это вино нам нальют очень красивое место но в чехии есть отели замки отели которые до раз в десять лучше вот этого да здесь просто вот вы знаете валтицы да многие знают валтицы красивейший комплекс красивейший но в качестве отеля ну раз приехать можно я думаю второй раз я это в качестве отеля точно не выберу мне очень понравилось как мы на рецепции сейчас были они нам говорят увидели собаку сколько собакой весит мы говорим ну где-то 22 с лишним килограмма тогда 400 крупных 8 евро собаки на вес вот от заявленной цены мы еще доплатили за собаку ну понятно собаки всегда доплачиваются за собаку за парковку 10 евро городской городской сбор городской сбор 52 евро на человека ну завтра включен в цену сейчас мы вам покажем этот замок что там а что там так лифта здесь лифта как понимаю здесь нет здесь вот такая винтовая лестница может это есть мы его нам даже не предложили ну у нас нет тяжелых чемоданов у нас только одна сумка я сказала 8 евро собака стоит 16 евро на секундочку это пока не самое дешевое самое дорогое отель с собаками ну в смысле сам больше всего захотели что-то мыло ровно русская это что-то на украине на западной украине такой город ну да на ровно русском у нас влада она наполовину у нас из западной украины кстати да и вот мне кажется ровно русское это в том самом регионе находится где у тебя родственники а ну вот да это раньше была польская республика чехословакия 33 год ну да тогда ровно русского на территории и так у нас еще велкам дринг вот мы пришли в такое красивое место сюда у нас выходят выходят окна вот там где открыта форточка это наше окошко так солнце слепит что я ни черта не вижу так что здесь еще почему такая красота здесь вот здесь у нас будет ужин и завтрак соответственно сейчас нам здесь нальют бокал вина санте на здраве на здраве да велкам ринг ммм ммм какое вино хорошее да замок валки цех хоть и находится немного в тени своего соседа замка летницы но ни в чем не уступает по продолжительности своей истории а даже ее превосходит первый раз он упоминается в 1193 году а в 1387 году замок валки цех был куплен яным первым лихтенштейнским перенесшим впоследствии сюда свою основную резиденцию на протяжении многих столетий именно валтица был центром светской жизни княжеской семьи замок валтица оставался чешско-австрийской резиденции лихтенштейнов вплоть до окончания второй мировой войны по декретам бениша в 1945 году он был конфискован настоящей изюминкой валтицкого замка является его уникальный винный подвал ведущий свою историю от 1430 года в огромных дубовых бочках здесь созревают лучшие вина южной моравии кстати эти великолепные вина можно здесь же и продегустировать в общем вот такой красивый замок и сегодня мы здесь переночуем и знаете что там хорошего о том что сейчас там очень много людей но они разойдутся а мы здесь будем вечером и ночью прежде чем они разойдутся мы хотим побывать еще в одном месте и это место находится здесь же это все один комплекс комплекс этот называется валтицко-ледницкий соответственно в валтицах мы остановились но сейчас пойдем в леднице если перевести с чешского на русский то ледница это холодильник и вот замок ледницы действительно считается пожалуй он входит в топ красивейших замков чехии замок ледница кто не видел поэтому лихтенштейн поэтому за него уцепились кто не кто не видел замок ледницы тот когда увидит я уверена согласится со мной а кто видел думаю уже согласился ну и валтица великолепно но валтица я бы кстати скорее назвал дворцом а ледница это типичный замок очень красивый замок вот сейчас мы туда и сходим а мы не сходим мы туда съездим потому что комплекс ледницко-валтицкий он огромный он огромный и вот сейчас туда мы поедем и вот смотрите что здесь продают здесь продают бурчак у нас сейчас начался сезон бурчака это молодое вино оно очень вкусное сладкое легкое и вообще как говорят чехи что за сезон нужно выпить столько бурчака сколько у вас в организме крови некоторые выпьют очень много либо у них очень много крови либо они не соблюдают правила вот видите еще есть вишняк то есть вилла вишневая сейчас прям сезон сезон везде бутылки пластиковые в которую вам нальют мы конечно тоже себе сегодня копим бурчак потому что это очень вкусно ну а мы подходим к очень красивому замку вообще мы находимся сейчас на стыке трех государств Чехия, Австрия и Словакия вот этому словацких, австрийских и чешских бушит здесь очень много и вот он впереди замок, холодильник, замок Ледница один из красивейших замков Чехии я думаю он ну какой красивее еще может быть может быть не хуже замок глубоко над Вултавой кстати в замке глубоко над Вултавой тоже можно жить и вот там в качестве отеля отель при замке гораздо лучше чем тот отель в котором мы остановились сегодня вот ну я даже не знаю какой замок красивее чем ну глубоко ну глубоко не хуже не хуже это глубоко не хуже а какой же красивее чем наверное никакой ну что то это замки а в основном Чехия Крата да да ну тем не менее этот я думаю заслуженно считается одним из самых красивых в Чехии я уже говорила Лихтенштейны это огромная семья их очень много Лихтенштейнов и я хотела рассказать одну историю о том как их много и эта история связана именно с замком Ледницы в общем в замок мы не пойдем внутрь мы там уже были конечно я всем рекомендую его посетить внутри замок великолепно в замке можно фотографировать слава Богу но честно говоря у нас еще сегодня много планов и посещение замка он снаружи красивый мы его видели кто хоть посмотреть фотографии этого замка есть на интернете внутреннего убранства так вот история которую я хотела рассказать в замке помимо всего прочего есть один очень необычный портрет на портрете изображена женщина княгиня Лихтенштейн вот и это женщина что необычного на этом портрете она беременная а почему это необычно потому что в то время изображать беременную женщину нельзя было считалось дурным тоном ну почему же ее изобразили беременной а все просто за 21 год брака с Лихтенштейном она родила 24 ребенка она была все время беременна более того она умерла раньше чем ее муж после ее смерти ее муж князь Лихтенштейн женился опять и в новом браке он родил еще 10 детей представляю сколько Лихтенштейнов так вот такая история а еще в этом замке есть одна картина тоже картина история с картины где то там еще есть очень красивая лестница там есть очень красивая ванна из цельного куска мрамора но я хочу рассказать о картинном есть еще одна картина которая называется Персей Андромеда и что с этой картиной связана это была любимая картина князя Лихтенштейна он мог часами любоваться этой картиной Он просто поставил перед ней диван или кресло, сидел и созерцал. Созерцал Пресея и Андромеду. Пока однажды жене не надоело. И она убрала эту картину, на другую стену повесила, чтобы она была за спиной у князя. Что князь придумал? Он на место, на котором перед этим висела картина, повесил зеркало. Теперь же он сидел часами, смотрел в зеркало. Потому что в зеркале отражалась Андромеда. Вот что значит нет интернета и телевидения. Впервые упоминание об этом замке датируется 1222 годом. Тогда он представлял собой небольшое готическое фортификационное сооружение. И назывался Айс Групп. Что в переводе с немецкого языка означает «ледяная яма». А от 1412 года замок начали называть уже на чешский манер «ледницы». Что в переводе с чешского языка означает «холодильник». Чем в 15 веке и являлись «ледяные ямы». На протяжении нескольких столетий замок кочевал от одного владельца к другому. Пока однажды, а именно в 15 веке, не перешел в руки роду Лихтенштейнов. Во владении этого древнейшего рода «ледницы» и оставался вплоть до 1945 года. После Второй мировой войны Лихтенштейны были обвинены в связях с фашистами. И вся их недвижимость национализирована. От 1945 года замок является собственностью государства. И управляется Министерством культуры Чешской Республики посредством Национального института памятников. А в 1996 году Ледницко-Валтицкий садово-парковый комплекс был включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Кстати, на территории замка, на территории этого комплекса есть еще минарет. Зачем князю Лихтенштейну был минарет? А что был? Просто у него было настолько много денег, что он построил себе минарет. Потому что красиво. Не потому что он был мусульманин. Вот так. Ну, минарет, он фиг знает. В общем, это огромный комплекс. Кто хочет сюда приехать и побывать в замке, причем обойти весь комплекс, который включает себе и летницы, и валчицы, готовьтесь к тому, что может дня на это не хватить. Минарет далековато. Здесь еще можно покататься на лодочках. Вот. Может быть, сейчас отсюда мы увидим минарет, а может, не увидим. Тут вот как красиво замок здесь. Минарет. А, отсюда не видно его. Где-то там, да. Да, минарет очень далеко отсюда. Вот минарет является одной из достопримечательностей этого места. В общем, вот он, минарет. Мы его увидели. Но к нему, конечно же, мы не пойдем. Лихтенштейн же не оставляет надежды вернуть, как они считают, свою собственность. Постоянно подаются новые и новые иски на возврат недвижимости. А вот это здание, желтое, это конюшни. Вот как у Лихтенштейнов жили кони. Но претензии касаются только тех объектов, где в качестве владельца в кадастре указано государство. Помимо Ледницко-Валтицкого комплекса, среди имущества, на которое претендуют Лихтенштейны, целый ряд других исторических объектов, например, замок Штернберг. И еще около 70 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. А вот смотрите, здесь есть тоже отель Ледница. Но он находится, не прилегает к замку. Ну, видимо, раньше здесь, может, жили слуги. Так, здесь, кстати, ресторан при отеле. Так что вот, здесь тоже можно жить. Вы прям будете жить с видом на замок Ледницы. Ну, бурчак здесь, вот смотри, просто везде бурчак, бурчак, бурчак. А здесь вообще предлагают живую музыку и печеного поросенка. Причем сегодня это все. Мы ищем, где бы сесть. Кстати, сегодня 31 август. А завтра 32. Потому что, судя по погоде, у нас еще лето в разгаре. Да и вообще, пусть лучше будет 32, а 33. Лето должно быть много. И вот здесь можно перекусить. Домашняя кухня. Сейчас мы и попробуем здесь поесть чего-нибудь. И мы себе заказали вот вишняк. Ждем еду, когда нам приготовят. Заказали. Очень вкусное. Ой, такое вкусное. Попробуй, Влада. Влада говорит, без меня я ужасно страшная. Посмотрите, какая страшная сидит. Ну как, очень вкусно. Вот прям очень-очень рекомендую в Чехии. Вот этот сезон. Бурчак, вишняк. Вот этот вишняк очень вкусный. Оно такое слегка-слегка газированное. И кисло-сладенькое. Как вишневый сок. Вишневый сок с очень маленьким количеством алкоголя. Очень вкусно. Вот именно вот этот вишняк. Мне прям очень понравился. Ну и вообще, конечно, Южная Марава. Это то место, где мы сейчас находимся. Это родина самого лучшего чешского вина. Вот граница Чехии и Австрии. О, нам принесли еду. Не, ну моя рыба. Ваши вот эти. Вот это чешская классика. Отбивные. А у меня рыбка с картошкой. И сколько? А, за все мы заплатили 600 крон. 600 крон это... Ну это чуть больше 20 евро. 24 евро. Вот, вот кто больше всех переживает. Посмотрите, какие здесь места, чтобы сидеть и пить вино. Потому что не пивом единым. Жива Чехия. Кстати, в нашем... В нашем замке. Прошу заметить. В общем, в замке сейчас какая-то свадьба. Кто-то свадьбу проводит. Но свадьбы, конечно, здесь очень дорогие. Но что еще хочется заметить? Свадьба румынская. Ну, не появились откуда столько румынских машин в замке. А это люди из Румынии здесь свадьбы гуляют. А там нет замки? Замок Дракулы. Помнишь, мы в нем были? Да. Ой, смотрите, что здесь растет. Мы сейчас тоже в очень необычном месте. Посмотрите, что это. Это бывшая граница Чехословакии, Чехии. Пардон. Чехии и Австрии. Я ведь говорила, мы находимся на стыке трех государств. И вот здесь музей железного занавеса. Ну, он закрыт. Я вообще ни разу его открытым не видела. Видимо, желающих сходить в музей мало. Представляете, здесь раньше сидел человек в этом окошке. Вот. И впереди уже Австрия. Да, тут сразу сейчас еще и остановочка есть. Кто пришел из Австрии, может здесь сесть на автобус и поехать в замок Валпиц. Там закат уже над австрийскими виноградниками. Вот так. Сейчас мы легко можем перейти эту границу, что, собственно, я и сделала. Вот. Впереди уже Австрия. И тоже виноградники. Как и с чешской стороны. Смотрите, какая красота. И здесь закат. А здесь, в Австрии, на границе с Чехией, тоже очень много хороших отелей. Прямо в среде виноградников. И очень хорошие гольфовые поля. Мы даже здесь останавливались в одном месте. Вот те, кто любит гольф и хорошее озено, прям эти места для них. А Влада в своем репертуаре стоит, объедает чужой виноград. Австрийский причем. Дорогой. Не мытый. Зараза. Да, не пристает. Вот смотрите, этот городок в Алпице. Тут везде, везде эти подвалы, склепы. С вином. И везде ходят люди. Ну, сейчас мы просто съехали с главной улицы. Архивные склепы. Везде ходят люди с бокалами, с вином. Очень хорошая атмосфера. Это мы уже въехали опять в Чехию. Можно в Австрии там, я не знаю. Нет, мы бываем в Австрии тоже, вот в таких местах. Но там поспокойнее. Здесь в Чехии повеселее. Наконец-то замок практически опустел. Потому что здесь в течение дня постоянно много людей. Мы думали, он хоть к вечеру, там, когда после заката чуть-чуть людей станет меньше. Но мы сюда пришли после заката, и толпы людей здесь были. А сейчас, когда уже окончательно стемнело, никого. Наконец-то. А нам осталось... Нам осталось пару часов до осени. Хотя какая вот, как мы уже говорили, до 32 августа. Вот так. Вообще, конечно, лето пролетело. Недавно. Было 1 июня, и мы куда-то тоже ездили. Я уже забыла, куда. Это было буквально пару недель назад. Ну все, уже 32 августа, через буквально пару часов. А вечер здесь выглядит вот так. Мы пришли на площадь, где наливают... Здесь везде наливают вино. Концерт, например. Везде люди пьют вино. Человек поет песню Карла Готта. А, это не Карла Готта. Нет, то есть не слышит, а фальшивит чуть-чуть. Смотрите, какой здесь праздник. Это... Куча народу сидят, пьют вино и слушают музыку. Прикольно. Вот там за фонарями уже Австрия. И что мне подсказывает, что половина жителей этой страны сейчас находятся здесь. Ну не всей страны, но близ лежащих деревень. Потому что от количества австрийских машин кругом голова. А вот да, это Шатоу Валфица. То есть это вино. Вино делают здесь. Винные погреба. Там это, видимо, винзавод какой-то. И вот у них праздник сейчас посвящен концу лета или я не знаю чему. Там сидит толпа людей, пьют вино и слушают музыку. Вообще, конечно, тут все живет вином. И вино действительно здесь очень хорошее. Да. Да, вот смотрите. Валкицкие подземелья. И здесь винотеки. Люди пьют вино. Ну все, мы вернулись к себе домой. И так приятно говорить к себе домой и показывать сюда. Ну вот, повторюсь в очередной раз. Сколько прекрасной Чехия. Здесь можно на ночь, на день почувствовать себя человеком, живущим в таком прекрасном замке. Ну почему почувствовать? В принципе, в нем можно и пожить. Не только человеком, но и собакой. Да, и да, не только человеком, но и собакой. Все. Идем мы в номер. А завтра будет такое, да, Элик? Да, да. Завтра мы расскажем вам такое. Ну это будет завтра. Это будет завтра. Завтра будет завтра. Завтра будет. Все, возвращаемся мы домой, но не совсем домой. Сейчас мы заедем в одно место, о котором мало кто знает. Чехи знают многие, а вот туристы, которые приезжают в Прагу, знают далеко не все. Далеко не все. И это место очень страшное, и я не шучу. Итак, поехали. Итак, мы приехали в одно место, которое заслуженно считается проклятым, вполне заслуженно. Здесь происходит, например, много аварий. Итак, что же здесь произошло? Произошла здесь очень трагическая история на самом деле. Но о ней мы расскажем в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok